Рост потребления неизбежно влечет увеличение нагрузки на экологию. Это заставляет нас задуматься о более рациональном расходовании ресурсов и поиске вариантов эффективной и безопасной утилизации отходов. Во многих странах мира глубокая сортировка уже давно норма. К примеру, в Германии есть четыре категории бытового мусора, в Швейцарии пять, в Корее ни много ни мало – пятнадцать. Не первый год жители Твериобласти приучают к сортировке мусора и рациональному потреблению ресурсов, и получается неплохо. Только за год тверичане сдали на переработку аж 76 тонн мусора. Как наш город продвигается по пути экопотребления, узнала наш корреспондент. Сегодня в Твери чаще всего можно встретить зеленые контейнеры для сбора мусора, предназначенные для органических отходов, и синие – для вторсырья. Именно содержимое синих контейнеров попадает на переработку. В Твери с начала работы экологического проекта «Экопункт» Тверичане сдали на переработку 28 тонн муклатуры, 27 тонн стекла, 17 тонн пластика и более трех тонн металла, что очень хорошо для нашего города. Мы продолжаем привыкать к сортировке. Появляется все больше контейнеров для разделения мусора. Даже открываются новые пункты приема, где за сдачу сырья можно получить вознаграждение. В позапрошлом году известная сеть супермаркетов запустила акцию, в рамках которых за покупку можно было почти даром получить товары из переработанных материалов. Тема переработки вторсырья входит в нашу жизнь все активнее, и мы не можем уйти от ответственности за благополучие нашей планеты. Перерабатывая мусор, мы не только сохраняем природу, снижаем уровень выбросов в атмосферу, но и экономим деньги. Ведь электричество и вода на производствах стоят дорого. А когда у вас уже есть бутылочка воды, в которую можно самостоятельно перелить свою, фильтрованную или кипяченую, не возникает необходимости покупать новую бутылку. В теме экологии необходимо просвещаться каждому человеку. Например, раньше считалось, что крафтовые пакеты экологичнее полиэтиленовых. Многие активно пользовались этими недолговечными пакетами, которые сразу заявляли «я за экологию, я в тренде». Но пару лет назад миф об экологичности таких пакетов был развеян. Разлагается крафт, конечно, быстрее, чем полиэтилен, но для его производства в огромных количествах вырубаются деревья, тратятся тонны воды и киловатта электроэнергии. Так что хранить пакет с пакетами было разумнее, чем закупать крафтовые. Тем более, что сейчас пакеты из переработанного пластика можно встретить в каждом магазине. Двойная польза хранить и использовать именно их. А еще лучше иметь старую добрую авоську. В целом не все так плохо в России с переработкой. Из пластиковых бутылок мы уже можем создавать вторичный полиэстер и носить из него одежду. Из резиновых покрышек мы можем создавать покрытие для детских площадок, что уже было использовано в нашем городе. А из жевательной резинки можно сделать резиновые сабо. В нашей стране есть огромные возможности для переработки вторсырья. Главное человеку окончательно научиться сортировать мусор и понять, насколько это важно. То есть воспитать в себе экологическое сознание.